Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим смотреть на всякие разные, необычные и интересные штуки в игре под названием Action Sandbox. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну и мне хочется, честно говоря, посмотреть на различные сценки физические, которые в этой игре есть. И начнем мы, пожалуй, с самой первой. У нас есть вот такой, не знаю, космический корабль, его можно управлять с помощью клавиш. Супер неудобно на самом деле, но шо поделать, придется как-то учиться. Если я правильно понимаю, то нос этого корабля нужно загнать вот сюда. Если получится, то зашибись, если нет, то я не знаю, что произойдет. Ну ладно, давайте попробуем. Для этого нужно нажимать, наверное, QEV, чтобы немного его приподнять, и в целом, в принципе, ничего сложного. Правда, он немного накренился, а развернуть его не получается. QEV, вперед. Так, выше, выше, QEV, вперед. Немного ниже. Немного ниже. А, не те кнопки. Выше, 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 выше. QEV, вперед! Че будет? Я загоню или не загоню? Получилось! И что нам это дает? Я не знаю. Сигнал пошел. И нажми F. Ну, а для чего все это было сделано? Сверху у нас есть какое-то сиденье, и что-то я не понял. Наш чел полетел куда-то. Но какой во всем этом смысл, я не знаю. Честно говоря, все, что я увидел, это нажми F. Ладно, сценка странная, честно скажу. Давайте посмотрим следующую. Тут есть зомби и чувак с дробовиком. И у него в руках то ли щит, нет, это... Че? Подожди, я ж не успел даже среагировать. Ты че? Жесть! Ладно, погнали вперед. Потихонечку, полигонечку будем их взрывать. У меня в руках какой-то механизм. Это бомба или что? Это я не знаю. Но вроде пока идем. Вроде пока шевелимся. Находимся мы в какой-то тюрьме. Зомбари прут просто десятками. Но дробовик не прощает никого. Слишком уж он мощный. Это бомба, друзья. Че за подстава? Откуда ты вылез? Он прямо вгрызся в меня. Жесть. А откуда он реально появился? Я даже, честно говоря, не понял. Он куда-то с потолка упал? Сколько бы я их не переубивал, они появляются снова и снова. Может, наверху он сидит? А, они спавнятся из дырки. Офигеть, я ж не знал об этом. Нужно быть готовым. Он же опять сейчас выпрыгнет. Э. Ну, это не честно. Нет, не честно. Это не честно. Какого фига? Полсекунды у тебя времени, чтобы все сделать. Полсекунды. Лежать всем. Полсекунды буквально. И дверь еще закрывается. Ну, не вставайте. Он сейчас упадет, да? Просте. Нажал. И теперь надо сваливать на мотоцикле. Э. 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 Быстрей. Ну, я почти. Почти смог. Почти смог. Немного. Меня больше не существует. Ладно, давайте смотреть, что еще есть. Есть вот такой манипулятор. Можно управлять. О, это будет сложно. Влево, вправо, вниз. И надо, наверное, этого зомби поместить в место, где нарисован флажок. Ну, попробуем. Вроде бы не сложно. Вот это приятно и просто. Просто берешь и отправляешь его сюда. Даже управление, в принципе, довольно приемлемое. И. А если его сильнее сжать? Эть. Ну да, происходит взрыв. Сильнее сжать я пытался, но не получилось. Понятненько, понятненько. Есть еще вот такая сценка. Тут у нас две вагонетки. И что я должен делать? А я ж не знаю даже, что нажимать-то. Они автоматически что-то делают. А, один-два. Ну так я проиграл уже. Давай. Быстрее. Больше амплитуда. Ну. Так я ж победил. Разве нет? Ладно. Вроде бы победили. Окей. Тоже странная сценка. Дальше. Какая-то полицейская. Мы играем за полицейского. Вот это интересно. И там есть чел, который взял другого чела. Чела постарее в заложнике. Ну шо, челы? Я сейчас освобожу вас. Руки вверх. А, отлично. Я прострелил себе ногу. Ладно, он не хотел сдаваться. В этот раз не получится, мужик. В этот раз не получится. Не успел он выстрелить, как мы выстрелили в ответ. Дедуль, тебе тоже до свидания. Ну-ка еще раз. Он всегда будет стрелять? Или есть шансы, что он сдастся? Ну, реакция у него так себе. А что с дедом делать? Может его освободить как-то? Прострелить стул ему? Нет, я в итоге прострелил ему спину вроде как. Кстати, у него нет даже... Он мертвый был и так. По всей видимости. Прощай, дед. Такс. Окей. Это забавненькая сценка. Уже поинтереснее. Есть вот такая с... Ух ты. Ладно, я попробую на бум пройти. Получится или нет, я не знаю. Видимо, нет. Рандомно написано. То есть... Понять последовательность этих поршней нельзя просто потому, что они рандом... Рандомно немного работают. То есть тут остается надеяться только на удачу. А, можно же смотреть на сигнал. Куда идет сигнал? В том месте будет срабатывание. Ха, получилось. Да, действительно. Сигнал идет не сразу. Но понятненько, понятненько. Что дальше у нас? Еще одна сценка. Пулемет. Лазер. И что, надо отразить, наверное, лазер в пулемет? А-а-а! А-а-а! Че ж ты так делаешь? Да, у меня в руках стекло. Так, че я? Надо было просто переиграть. Я думал, это какая-то, ну, броня. Но нет, это все-таки стекло. Не подходим близко. Попробуем. А, че ты? Че ты? У меня руки сломались. Я не смогу отразить лазер. А, нет, смогу. Куда-сюда? Потом туда и... Е-е-е! Ну, в целом норм. Ой. Ой. Ой, вставай, мужик. Стекла не должны быть тебе страшны. Зачем ты оттолкнулся от стены? Давай, ты встанешь, мужик. Он, он помер. А почему? А почему тут всего лишь были стекла? Ладно. Остается только ждать, пока до меня доберется лазер. Есть вот такая с дедом. У деда в руках лазер. И можно этим лазером активировать различные предметы или деактивировать. Например, костер. Прикольно. А выше поднять не выходит, да? Развернуть как-то или до машинки дотронуться? Нет, смотрите, нога мешает. Если бы до стекла удалось бы дотянуть... Че произошло с дедом? Летающий дед, понимаю, бывает. Че произошло? Реально непонятно. Почему он резко подлетел? Ладно, это тоже очень странно. Дальше. Вот такая сценка. У нас есть машина человека-зомби. Помоги мне. Свет отвлекает на себя зомбаря. И нам нужно его сбить, похоже. Ладно. Я и так в любом случае его собью. А че я проиграл? Подожди, а че я проиграл? Ладно, включаем свет. Зомби идет на нас. И надо его... Прикольно. Он цепляется за машину. Он еще и... Подожди, а че я помер? Он цепляется за машину. Ладно, свет врубаем. Сбиваем его. Он цепляется в голову. Какой-то охреневший зомби. На лету надо его сбить, значит. Но чел вроде бы живой. Окей. Есть робот. Он умеет стрелять, но почему-то пулеметом управлять не выходит. Ни вверх, ни вниз. Он не опускается, не поднимается. Зато робот ходит. Кстати, довольно круто выглядит. А, и все, что нужно было сделать, это перескочить мину. Что-то простенько как-то. А я хочу на нее наступить, если что делать. Вот так. Ну, чел живой остался. Поврежден, но жив. Хорошо. Что у нас еще есть? Вот такая штука. Так, тут у нас зомби. Я могу за него схватиться. Понятно, в чем прикол. Надо схватиться за него. Прыгнуть и схватиться. Попробуем? Йес. Э, раскачивайся. Чел, наверное, не очень рад, что я пытался зацепиться за него маленько. И понеслась. Держимся за руки. Да. Спасибо, чел, что вытянул меня. Тоже странная миссия. Идем дальше. Мини-гейм. А. Оно сломано. Не работая. Не работаем. Ладно. Ютуб. Жесть. Это прикольно. Что я должен делать? Ладно. Забавненько, но бесполезненько. Бесполезненько. Так, машина с зомбарями. Э, стоп, стоп, стоп. Погоди, я даже не понял, кто из них я. Надо убежать, наверное. Я удрал. Хватай пушку. Я бы взял ее. Ай. Пушка смотрит немного не в ту сторону. Так, если не умеешь обращаться с оружием, не бери его в руки. Вот что я понял. А меня уже сгрызли. Прыжок. Давай пушку. Давай пушку. А, я в капкан попался. Бывает. Тут еще и капкан стоит. Погоди, погоди. Мне нравится эта сценка, но я не совсем ее понимаю. Давай мне пушку, мужик. Давай пушку. В слоумоушене. По красоте. Надо ее поймать прямо на лету попытаться. Ну, давай пушку. Попытка была неплохой. Ладно, без слоумоушена теперь. Вперед. Пушку, 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 пушку. Он ее автоматически поймает? Почему он ее хватает так криво? Я же сам себе в лицо опять выстрелю. Жесть. Чел, что ты ее так криво хватаешь? Быстрее. Пушечку, пушечку мне, пушечку. Пушечку давай ее сюда. Пэм, пэм. Вот это прикольно. Блин, потом же можно на основе этой игры создавать целые игры полноценные. Это же просто сумасшествие, как круто. Ну ладно, сценками мы закончили. Их не так уж и много. Думаю, со временем будут появляться. А, я свалку забыл вот эту. А, это помните игра, да? Где был чел без ног, зато с киркой. И он, как бы, этой киркой передвигался. Хм, прикольненько. Да, это будет, конечно, сложненько, но... Ну, прикольненько. Ну, прикольненько. Ну, бесполезненько. Так, все. Все, с этим заканчиваем, друзья. Потому что в игре есть разные существа. Например, Хаги-Ваги опасны. Вот так он выглядит. Странно что-то. А где у него рука? Где нога? Блин, они жутко реально выглядят. Посмотрите. Управляется искусственным интеллектом. А чем он... Почему он опасны? Возьмем чувака, например. О! Че было? Я просто моргнул и не понял даже, че произошло. Ладно, Хаги-Ваги опасны. Вот он идет. Берем обычного чувака и... Слоу-мошен включаем, чтобы увидеть, че происходит. Он вгрызается в этого чувака. А потом чувак отрывает ему голову. Что? В смысле? А как? Ну, я понимаю, что Хаги-Ваги вгрызается ему в туловище. А потом чел ему отрывает голову. Но в этот раз не оторвал. Че, Хаги-Ваги реально... Я не играл в игру и Poppy Playtime, да? Вроде так она называется. Но я не знал, что... Ему можно оторвать башку. Че-то как-то люто. Так, ладно. У нас есть и другие существа. Например, вот такая штука. Называется она Redmon. Понятия не имею, че она делает. Ей можно управлять? А, да, можно управлять. Прикольно. А в автоматическом режиме она ничего не делает, да? Е. Подожди. Какие клавиши управления? F, F, W, S, да. То есть вот такая штука. Блин, погоди, она заглючила. А F что делает? F опускает. Стоп, стоп, стоп. А сама она будет что-то делать? Возьмем, например, зомбаря и эту штуку. Ну, она, по идее, должна цепляться вот этими клешнями за жертву. Но этого не происходит. Абсолютно. Даже если чувака взять. Она его вроде схватила, но... Да, схватила толку от этого. Какой в этом смысл? Ну, отгрызла ногу, подумаешь. Странное существо. Очень странное. Давайте посмотрим вот на стену плоти. Вроде как из террарии. Но очень сильно мне напоминает, знаете, че? Кэриан, конечно, друзья. Вы ж помните Кэриан? Очень похоже на чувака из Кэриан. На биомассу. Против опас... Она большая. Против опасного Хаги-Ваги. Она ничего не делает? Она просто существует? А если взять чувака? А, я доброго Хаги-Ваги взял. Подожди, я аж опасного взял. А, видимо, есть добрые, а есть опасные. Давайте-ка уберем и возьмем опасного. Никакой реакции. А, он еще и стену плоти прогрызает. Ну-ка, погоди, давай-ка мы возьмем эту стену. И возьмем чувака. Будет ли какая-то реакция? Она же вроде должна двигаться, да, из стороны в сторону. И поглощать. Все на своем пути пожирать. Но этого не происходит. А если чувака положить ей в рот? Он просто прорывает с собой стену. Ну, выглядит, конечно, страшно, красиво, ужасно. Но бесполезно. Пока бесполезно. Почистим это. Так, с... Ну, летающую штуку, я думаю. Она будет стрелять. Кто кого? Чувак или она победит? А, она рандомно как-то стреляет. Иди. Вот, чувак. Да уж. Осталось только... Остался только хвост. Чел пытается обстрелять. Ну, чел, ты мертв. Ты не обстреляешь уже. Занятно. Так, есть еще и другой монстр. Который очень похож на Венома. Он реально выглядит как Веном. Абсолютно точно. Возьмем какого-нибудь чувака. И посмотрим, что с ним будет происходить. Так, он его... Увидел. Делает прыжок. И что будет дальше? Перепрыгнул и взорвался. Какой в этом смысл? Чел, у тебя логика есть? Ты знаком с ней? Вот еще один чел. А, он прыгает и взрывает. А что он не атакует когтями? Почему он только взрывает? Вот тебе Хаги-Ваги. Добрый в этот раз. На, вот он. На. Сделай что-то. Предприми хоть что-нибудь, чел. Во. Ты... Ты дурак, что ли? Во, давай. Куда прыгаешь, болван? Во. Другое дело. Хоть что-то он, блин, сделал. Так. Танк, друзья. Огромный танк Маус. Прикольный. Можно как-то управлять? Нам нужен управляющий. Скорее всего, этот танк просто как бы существует и управлять им нельзя. Пушка не стреляет. Пассажиров посадить сюда нельзя. То есть, это просто моделька. Даже гусеницы не работают. А, работают. На стрелке. Но... Как-то это странно. Ну, шевелится. Ездит. Окей, странно, странно, странно. Есть вот такая штука. Вот она тоже точно... Ой. Ой-ой-ой, сломалась. Она-то уж точно должна работать? Так. Ай, да? Ух ты. Прям ковровая бомбардировка. Жесть, страшно. Да, чувака не надо было в огонь бросать. Надо сперва туда поставить чуваков, а потом уже что-то делать. Сейчас огонь потухнет, потому что чел сгорел, похоже. От него остались... А, ноги обгорели маленько. Но это не страшно. Не страшно. На его место придет другой. Больше, больше других челов. Так, попробуем теперь это дело запустить. Бомбардировка жесткая. И... И... Вообще полнейшее мясо. Так, хорошо. Что у нас еще есть? Машина. Жигули. Зомби-апокалипсисовская. Как работает? Есть ковш. И... Циркулярка. Так, вот это интересно. Вот это прикольно. Нам нужно много зомби. Попробуем прорваться через ряды зомби. Вперед. Лазер. Пушка стреляет. Прикольно. Это чертов жигуль с реактивным двигателем. Офигеть. Разгоняемся и... Разгоняемся и... Прорвется через толпу зомби или нет? Реально наматывает на циркулярку все. Жесткочево, жесткочево. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Будьте добрыми. И... Живите вечно, друзья. Кушайте вкусно. Пока. Счастья вам. Счастья вам.